и не имеют этой силы. Это очень серьезная проблема и препятствие на пути к благовестию. Мы сегодня делаем воззвание и хотим, чтобы все члены церкви стали благовестниками. Статистика говорит, что 92% людей не делится с другими личной верой. И это страшно. Я не знаю, у кого какая проблема, у кого какое препятствие, но если, друзья мои, вы понимаете, что Бог сейчас с вами говорит, и что Он просто обличает вас, вам надо покаяться. Вам надо, может быть, попросить прощения у своих близких, искренне от всего сердца, и сказать, простите, я стоял на пути к Богу, муж, жена, сын, дочь. Это нужно исправить и сделать. Если мы исповедуем грехи наши, Он простит нам, так гарантирует нам Слово Господне. И я нахожу это очень важным. В книге «Бытие» есть одна очень интересная иллюстрация. В 45 главе из 25 по 28 стих описывается эта история, когда сыновья Якова возвращаются от Иосифа. Их было 12 сыновей. Они завидовали своему брату Иосифу, все братья, и они из зависти продали его в рабство. И там, в конце концов, Господь выводит Иосифа. Иосиф становится вторым человеком после фараона во всем Египте. И Бог дает ему мудрость удивительную. И он посоветовал фараону. И у фараона был сон, что будут года голода, а вначале будут 7 лет изобилия. И он сохранил зерно. И таким образом сохранил от голода народ египетский. И уже в окрестных городах и странах пошел голод. И вот братья пришли, чтобы попросить хлеба. Это длинная история. Я хотел суть передать. Когда в конце концов Иосиф открывается им, что он их брат. Они этого не знали. Они были в шоке. Но теперь они идут к отцу. Вы представляете себе? Они несут отцу самую радостную весть. Отец когда-то думал, что он никогда не увидит больше сына своего Иосифа. И теперь они возвращаются. И может быть, каждый хотел быть первым. Я представляю, как их караван прибыл в родную землю. И как они бежали к отцу. Иосиф жив. Иосиф жив. Иосиф жив. И владычествует над всей землей египетской. И казалось бы, Яков должен был сказать, слава Богу. Но мы читаем, смутился дух Якова. И не поверил им. Почему? Я думаю, что именно эта причина. Неправильная жизнь его сыновей. Я думаю, что в этот момент, когда они говорили ему, что Иосиф жив, он вспомнил другую картину, как однажды эти же сыновья его пришли с одежды его сына. Она была разорванная вся в крови. И сказали, отец, не одежда ли это сына твоего? И он сказал, видно, дикий зверь растерзал его. А теперь эти же дети говорят, что он жив. Но когда они пересказали ему слова Иосифа, и когда они показали ему дары, которые он передал, он поверил. Друзья мои, братья мои и сестры, люди хотят узнать эту благую весть. Но они часто не могут поверить, потому что они видят грехи в жизни так называемых верующих людей. Грехи, с которыми они мирятся. Грехи, которые они тайно делают. И это очень страшно. Это препятствие. Следующее. Возможное препятствие, которое может быть, это отсутствие любви. Это не новая тема, но я хотел ее проиллюстрировать на 15 главе Евангелия от Луки. Там, где уже описано это событие, как блудный сын вернулся в дом отца. И там начался большой праздник. Это был настолько большой праздник. Отец сказал, лучшую одежду принесите, перстни на руки, обувь на ноги, от коренного тельца заколите, будем есть и веселиться. Это сын мой. Он пропадал и нашелся. Он был мертв, я жил. Знаете, в этом празднике, веселье, вдруг что-то случилось. Возвращается с работы старший сын. Слышишь, что это такое? Подзывает одного из слуг, говорит, слушай, что за праздник? По какому поводу? Говорит, брат твой вернулся. И отец твой велел сделать такой праздник. И он осердился. И он не захотел зайти. И тогда мы читаем в слове Господнем следующее. Отец его выйдя звал его. Но он сказал в ответ в отцу, вот, я столько лет служу тебе, и никогда не приступал повеления твоего, и ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое, с блудницами, пришел, ты заколол для него от коренного теленка. Отец же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. О том надо было радоваться, веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Готовы ли мы принять последнего грешника? Готовы ли сегодня церковь принять этот заблудший мир и обнять его, и любить его? Я думаю, что это очень важный момент, когда в нашем сердце есть любовь, любовь побуждает нас к действию. Второе, на что мне хотелось обратить внимание, это искушения, с которыми встречается благовестник. Искушения. Искушения. И вот в рассуждении об искушениях мы сначала поговорим о гордости, гордыня. Что по этому поводу говорит Слово Господне? Апостол Яков в своем послании, 4 глава, 6 стих, пишет следующее. «Имени Бога. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Благодать. Это то, что нужно каждому благовестнику. И надо сказать, что это искушение подстерегает благовестника, когда у него есть успех. Раз за свидетельство человек покаялся, два за свидетельство, три за свидетельство со стороны уже говорят. «Слушай, — говорит, — ну ты молодец. Кому не скажешь, все идут к Богу и все каются». Мы должны понимать одну очень простую истину. Мы никого не можем возродить. Дело возрождения — это дело Святого Духа. Мы можем звать людей к Иисусу и не больше. Это наша задача. Но возрождает людей Бог, Дух Святой возрождает людей к новой жизни. Поэтому мы должны очень серьезно молиться, чтобы сохраниться в этой благодати, чтобы оставаться в смирении. Иисус говорил, «Придите ко мне и научитесь от меня. Я кроток и смирен сердцем». Это наш учитель. Следующее искушение, которое описывает нам слово Господне, — это ленность. Лень. Евангелие от Матфея, 25 глава, 26 стих. Мы читаем следующие слова. Здесь речь идет о притче о талантах. Притче о талантах. Каждый получил определенное количество талантов. Кто-то их использовал, кто-то их не использовал. Пустил в оборот. И проходит время. И по долгому времени, мы читаем с 19 стиха, приходит господин Рабовки и требует у них отчета. Мы должны это помнить, что мы будем отчитываться за те дары, которые Бог нам дал для служения. И вот подходит один, получивший два таланта, и сказал, господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин сказал, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, вводи в радость господина твоего. И потом в конце подходит, получивший один талант, и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Заметим, ты это знал, и при всем этом ты так поступал? Посему надлежало бы тебе отдать серебро мое торгующим? Ты же даже против себя говоришь, хотя он был несправедлив в своем суждении, говоря господине, что он был злой, что он был злой господин, да, что он делает неправильно. Он говорит, если ты даже так понимал, тем более ты должен был быть активен в своем служении, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Вы знаете, лень это отговор. Когда человек ленивый, он ищет отговорку, он ищет обвинение, чтобы его не обвинили. И это очень страшный порог, лень. Лень, она бывает еще тогда, когда мы думаем, мы успеем. Помните в другой притче, не скоро придет господин мой. И поэтому думает, я сделаю, но чуть-чуть попозже. Это очень серьезное искушение, которое встречает благовестник. Далее, я хотел обратить внимание, нерадение в молитве и в обращении к Богу. В Евангелии от Иоанна, 15 глава, 5 стих, Иисус говорит, без меня не можете делать ничего. Вы знаете, иногда мне хочется вот просто задать людям такой вопрос. Вы верите в это слово вообще или не верите? Обычно, когда я так спрашиваю, они говорят, ну, конечно, верим. Я говорю, а почему делаете без молитвы? И замечаю, что многие люди практикуют многое без молитвы. Как-то на шахте один неверующий человек мне говорит, Франц, а почему, говорит, ваши верующие люди в буфете кушают и не молятся? Я говорю, ну, наверное, они тихо молятся. Я говорю, ну, что на весь буфет кричать? Они в душе молятся. А, говорит, а почему они шапки не снимают, говорит? Знаете, мне было очень неловко. Люди за нами наблюдают даже, да? Люди удивляются. Мы другим говорим, что мы без Бога ничего не можем делать. И едите ли, пьете ли, иное что делаете? Все делайте во славу Божию, благодаря через него Бога и Отца. А здесь речь идет о чем? О донесении самой важной истины. И если благовестник ссылается на свой опыт и думает, я знаю, как сделать. У меня была подобная ситуация. Я тут справлюсь. Сейчас я ему скажу. Там пару примерчиков, несколько стихов наизусть. Куда он денется? Придет на собрание. Друзья, это неверный подход. Мы должны, наше благовестие, оно должно быть погружено в молитву. И мы должны вопиять Богу. Речь идет о спасении души. Я очень благодарен Богу за одного брата, который в ранней молодости научил меня очень хорошему уроку. Он мне сказал, когда к тебе подходят люди, и ты будешь замечать, что они что-то тебя будут спрашивать. Вот втайне молись. Ну, как это проиллюстрировать? Ну, например, идет ко мне человек и говорит, я хотел, и в этот момент я в душе начинаю молиться. Господи, он сейчас что-то спросит, дай мне мудрости, помоги мне, пусть это будет совет от тебя и так далее. Как правило, это всегда так происходит. Это уже как чувство навыка. Кто-то говорит, мне надо с вами поговорить. Я уже начинаю. Господи, помоги, благослови. Я не знаю, что он сейчас просит, что надо ответить. Пусть это будет в духе, пусть это будет правильный совет, пусть будет от тебя совет. В ранней молодости этот брат дал мне этот совет. Может, он кому-то пригодится. Друзья мои, Иисус говорит, без меня не можете делать ничего. Тем более, в этой ответственной задаче передать благую весть. Пророк Иеремия в 23 главе мы читаем 21 стих, следующее слово. Книга пророка Иеремия, 23 глава, 21 стих. Мы прочитаем это место. Я не посылал пророка всех. Они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. То есть, они не спрашивали меня. Они просто разработали план такой, знаете, стратегию вперед. Они думали, это на энтузиазме взять. А я, говорит, не благословил их. Потому что они не обратились ко мне всем сердцем в молитве. Они не признают свою слабость. Они не выпросили у меня этой силы. Я их не посылал. Они сами пошли. Они сами побежали. И я думаю, это очень серьезное искушение, с которыми часто сталкиваются люди. Мне очень хотелось бы, чтобы мы обратили на это внимание. И были усердны, когда речь идет о служении, были усердны в молитве. Следующее искушение, которое встречает благовестники на своем пути. Это может быть противоположный пол. Если это мужчина, это могут быть женщины. Если это женщина, сестра благовестницы, это могут быть мужчины. И я лично встречал подобные моменты, когда сатана водил в искушение людей. И, увы, некоторые пали, имея самые серьезные побуждения. Как-то приходит ко мне одна сестра домой и говорит, брат Франц, помолите за меня. Покой потеряла, мир потеряла. Ну, в чем дело? Не могу выполнить волю Божию. Ну, что такое? Ну, мы помолились. Ну, расскажи. Ну, в чем заключается воля Божия? Почему ты ее не можешь выполнить? И она говорит, вот ночью, говорит, я, говорит, уже вот несколько дней подряд, я теряю покой. Дух Божий побуждает меня ночью пойти и засвидетельствовать одному человеку о Господе. Я говорю, кто этот человек? Мужчина или женщина? Она говорит, мужчина. Потом я узнаю еще больше. Жена этого мужчины находится в ночную смену эту неделю. И она думает, что Дух Божий ее посылает ночью к этому мужчине засвидетельствовать о Господе. И я говорю, слушай, это не Дух Божий. Это Дух Антихриста. Как? Брат Франц, да побоитесь Бога. Он меня побуждает в этом сказать о любви Господа. Я говорю, почему ночью? И почему тебя посылает? Я говорю, слушай, в конце концов, я думаю, что я бы это сделал лучше тебя. И мы живем на одном поселке. И если бы Бог хотел ночью спасти этого человека, он бы меня поднял с постели. Я бы пошел бы ему рассказал. И мне нужно было приложить много усилий, чтобы убедить ее. Я говорю, почему он тебя днем не посылает? Апостол Павел, когда писал Тимофею во втором послании, 2 глава, 21 стих, он говорил, и юношеских похотей убегай. Мы могли бы вспомнить Давида, который упал. Мы могли бы вспомнить Иосифа, который противостал искушениям, убежал от искушений. Я помню, мы как-то были в одной женской колонии, на благовестие поехали. Братья и сестры, беседовать там. В женской колонии находимся. Я предупредил братьев, смотрите. Ну, они говорят, а можно с вами беседовать? Ну, пожалуйста, о Боге. И я смотрю там, уже возле одного брата, одна заключенная сидит, уже руку ему на коленка положила. У меня к вам вопрос, брат. Говорит, да. Ну, во-первых, какой он ей брат еще, да? И во-вторых, я тут же сразу, ну-ка, ну-ка, я говорю, подальше. Это что такое здесь творится? Вы знаете, это очень серьезно. Некоторые воспринимают это легкомысленно. И я думаю, что само положение благовестника ставит его в особые условия. И поэтому в этом отношении нужно очень серьезно бодрствовать. Следующее искушение. Это власть. Власть. В послании к римлянам апостол Павел писал 12 глава 11 стих. В почтительности друг друга предупреждайте. Послание филиппийцам, 2 глава, 13 стих. Почитайте один другого высшим себя. Я думаю, что это очень важный момент. Очень важный момент для каждого. Не важно, кто это, мужчина или женщина. Если мы несем это служение, где-то мы становимся организаторами, может быть. Где-то мы становимся руководителями. И где-то есть искушение у нас, чтобы нам почитать себя высшими. Чтобы мы вроде бы как лучшие здесь. Иисус сказал, я дал вам пример. Вы помните эту ситуацию, когда незадолго до Пасхи он дал пример служения своим ученикам. Он припояснился полотенцем. Он стал умывать им ноги. И он сказал, вы называете меня учителем и Господом. Правильно делайте. Я то и есть. Он не сказал, да нет, да я наименьший из вас. Я не учитель. Нет, он сказал, да, я это и есть. Но если я, ваш учитель и Господь это делаю, то и вы должны служить друг другу. Это очень важный момент, братья и сестры. Если не важно, кто мы, благовестнее ли мы, руководители малых групп каких-то, да, пресвитера или декана. Служите друг другу. Служите друг другу. И в этом большое благословение. Я заметил, что есть одно очень серьезное тоже еще искушение. И оно встречается и у благовестников. У миссионеров оно может встречаться. Это жажда обогащения. Жажда обогащения. Неумение жить скромной жизнью. Желание жить лучше других. Мы читаем в первом послании к Тимофею, шестая глава, восьмой стих и десятый. Имея пропитание, одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и в ноги безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. А что нам делать? Ты же человек Божий, убегай сего. Я должен стыду сказать. Я знаю такие моменты, когда некоторые благовестники поступали нечестно. И они теряли благословение. Они продали за чечевичную похлебку. Они не вняли вот этим серьезным предупреждением. Они не были свободны от денег. У них была любовь к деньгам. Они не были свободны от рабства денег. Я знаю людей, которые упали, обманув на заправке своего автомобиля. Сказав, что автомобиль расходует на 100 километров не 10 литров, а 11 литров. Сэкономил 1 литр. Там чуть-чуть прибавил, там чуть-чуть в свой карман положил. Там где-то неверно поступил. И это огорчает Господа. И это вводит в пагубу и в падение. Я думаю, что человек, который несет благую весть, он должен быть свободным от этой привязанности. И это очень серьезно, и об этом нужно молиться. Еще одно искушение, которое я хотел сказать. Мы читаем об этом в послании к Галатам. Апостол Павел пишет о таком искушении здесь, как популярность, я хотел ее назвать. И это первая глава, стих 10. Я поясню, что я имею в виду. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. О чем здесь идет речь? Речь здесь идет о том, что, желая оставаться популярным, человек ослабляет обличительную часть своей речи. Перестает говорить о грехе. Чтобы не потерять вот этой популярности, то есть этого влияния, чтобы остаться угодным людям, некоторые благовестники боятся обличить человека. Вот боятся прямо сказать, что это грех. Если мы хотим угождать людям, мы уже не угождаем Богу. И мы не можем тогда быть истинными благовестниками. Я хочу сказать, что это очень серьезное искушение последнего времени. Я знаю один пример, как один из моих друзей приехал в одну страну, его встретили в аэропорту, и ему сказали, если ты хочешь быть здесь в уважении и остаться популярным, пожалуйста, не называй в своей проповеди слово грех, не призывай людей к открытому покаянию, потому что это, знаешь, давит на чувства людей, это оскорбляет чувства людей. Они перестанут тебя уважать. Но это против Господа. Пусть Бог поможет нам побеждать и такие искушения. Следующая наша главная мысль – это характеристика благословенного благовестника. Характеристика благословенного благовестника. Я бы центральным местом здесь избрал текст Писания, первого послания Коринфина, 9 глава. И вот с 19 стиха апостол Павел говорит, «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был, как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконы был, как подзаконы, чтобы приобрести подзаконы. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощный. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Что нужно нам для эффективного служения? Я коротко хотел пройти некоторые моменты. Во-первых, признание, призвание, вернее, и помазание от Господа. Вы помните благовестника Филиппа? Дух сказал, ангел сказал, ангел восхитил. Это был человек, призванный Богом, и он имел на себе помазание. Это очень удивительно. Он был чувствительный человек, который имеет помазание Духа Божьего. Человек, который призван Богом на служение, он чувствительный, он реагирует на голос Святого Духа. Вторая характеристика. Верное и повинующее сердце. Апостол Павел писал, что это просто необходимое требование. Он говорил, что а домостроители же требуется просто, чтобы каждый оказался верным. И я хотел спросить, какое наше сердце, друзья? Повинуется ли оно Богу? Есть ли у нас действительно повинующее сердце? Это важно, если мы хотим, чтобы Бог нами пользовался. Филипп был готов. Он повиновался Богу. И когда Бог сказал, иди на дорогу, которая пустая, он встал и пошел. Он встал и пошел. Он был призван, он имел помазание, и он повиновался. Следующее, это вера в Слово Божие и молитву. Апостол Павел, посланник Тимофею, подчеркивал это и говорил, что Тимофей должен это не забыть. Это очень важно. Все Писание Бога духновенно. И каждый благовестник должен это понимать, он должен в это верить. И он должен держаться этой истиной. Все Писание Бога духновенно. И мы должны иметь веру не только в боговдухновенность Писания, мы должны верить в силу молитвы. Мы должны верить в силу молитвы. Почему? Потому что апостол Яков говорит, сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемый, развиваемый. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Я помню, как-то у нас произошел один случай, мы с одним братом поехали на благовестие. Он забыл документы. Проезжаем мы мимо поста ГАИ, это в сторону Караганды, а знаете, у водителя автоматически сразу, права забыл бы. Ну как так, мы уже проехали. Ну что будем делать? Ну мы проехали в Караганду, побыли мы там в служении, возвращаемся назад, уже было к ночи. А в это время, знаете, все машины еще, был такой период останавливать, и записывать время, откуда, куда, регистрация идет. А он без документов. Ну говорит, давай помолимся, вот давай с Верой помолимся, да, вот чтобы нас не остановили. Ну Бог же живой, Бог. А мне надо было в ночь еще на шахту идти работать, да, если задержка, ну это вообще катастрофа. Без документов. Ну мы помолились с ним, так знаете, сердечно молимся. Едем мы мимо этого поста, а инспектор ГАИ как будто слепой. Вот, ну не видит нас. Мы проезжаем мимо его, да, все машины останавливают, нас не останавливает. Я ему говорю, ты верил? А незадолго до этого у нас на служении был один проповедник, который проповедовал как раз на этот текст, и говорил, что если вера наша будет с горчичной зерно, мы можем сказать, гори, она переставится. И будет брошена даже в море. И вот на этом служении была одна бабушка. Он пример привел. И говорит, она так подумала, ну что я вот каждый раз она на служении ходила через гору. На собрание через гору, собрание через гору. Вот приходит она домой, встала окошко и говорит, господи, убери, пожалуйста, эту гору. Ну и пошла спать. Утром встала, открывает занавесочку, гора на месте. Она говорит, я так и знала. Брат мне говорит, водитель, а я, говорит, как-то бабка как раз. И слышу, машина нас обгоняет, открывается окошко, жезл, свисток, инспектор ГАИ, ну и со всеми вытекающими последствиями. И брат говорит, так мне и надо. Вот прям был реальный пример, как важно верить в силу молитвы. Библия говорит, что мы должны не сомневаться, немало, чтобы получить от Господа ответ на молитву. Благовестник, для эффективного служения должен иметь сострадающее сердце. Это очень важно. Мы видим, что наш Господь Иисус Христос, Он искал души людей. Я хотел спросить, вот что бы вы делали, друзья, если бы у вас заболел ребенок? Вот при смерти он умирает. И вам говорят, что ему можно помочь, но для этого нужно тысячу долларов. Что вы будете делать? Вы скажете, ну, тогда придется умереть. Денег таких у меня нету. Я думаю, вы так не поступили бы. Если бы заболела моя дочь, и у меня нет денег, я бы пошел на две работы. Если бы этого не хватило, я работал бы на трех работах. Если этого было мало, я бы продал свой дом. Я думаю, очень часто благовестие страдает из-за того, что у нас нету сострадания, что вызывает жертвенность, самодачу. Следующая характеристика – это стремление к конечному успеху. Я думаю, это очень важный момент. И переживаю, что очень многие люди брошены на полпути. Иисус Христос в своем великом поручении, которое дал ученикам к благовестию, обратил внимание на очень интересный момент один. Смотрите, он говорит, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И кажется, ну все, слава Богу. Человек покаялся, крещение принял. Но это не конец. Учай их соблюдать все, что я повелел вам. Это ученичество. Я думаю, есть очень много брошенных людей. И поэтому так слабо развивается благовестие. Их не научили просто. Их просто не ввели в труд и в служение. И правильный благовестник, истинный благовестник, он стремится к конечному успеху, к конечному результату. Он и дальше помогает. Делает, помогает силой Бога делать этих людей учениками. Примерная жизнь. За всеми нами наблюдают. Я думаю, мы это понимаем. Уверовала моя соседка как-то. Покаялась. Мы так обрадовались. Пригласили домой на чай. Беседуем с ней. Она говорит, я хочу принять крещение. Ну, говорю, знаешь, это неплохо. Но мы еще понаблюдаем за тобой. Потому что мы так быстро не крестим людей. Мы хотим увидеть эту новую жизнь. Она подумала и сказала то, что я не забыл. И, наверное, буду помнить всю жизнь. Она сказала, мы тоже за вами наблюдаем. Вы знаете, я был так удивлен сразу, да? Но люди наблюдают за нами. И вот примерная жизнь, она может многих людей расположить Господу. Апостол Павел дал свидетельство. Я думаю, это пример для многих из нас, верующих людей. В первом послании Фессалоникийцам, вторая глава, 10 стих. Он сосвидетельствовал. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими. Можем ли мы так сказать? Это характеристика благословенного благовестника. И последнее в этой характеристикой. Быть слугой Господа Иисуса Христа. Я посреди вас как служащие. Благослови нас, Господь. Иметь сердце, которое готово служить. И такое сердце было у нашего Господа Иисуса Христа. Четвертая наша главная мысль, это наша проверка на соответствие. Я думаю, это очень важно, братья и сестры, чтобы мы не просто так делали анализ чьей-то жизни или служение какого-то брата или сестры. Мы хотим проверить, как я лично. Вот как у меня обстоит дело. Вот с этими возможными препятствиями, искушениями, которые встречает благовестник. Мы говорили о портрете или вот что нужно для эффективного служения благовестника. Апостол Павел в послании к римлянам сказал так, первая глава, 15 стих. Я готов. Я помню один случай такой, рассказывали, как однажды капитан одного корабля, где-то они были на пристани там, и вот в город можно было выйти. И он хотел где-то в каком-то кафе покушать. И когда он подошел туда, он видел там в окошко, заглядывал один мальчик, разглядывал там людей, которые там кушали. Он был оборванный, грязный такой. Капитану так жалко стало этого мальчика. Он подошел ему и говорит, слушай, я бы тебя взял с собой, говорит, да? Ну ты такой грязный, говорит, лохматый, говорит, я не знаю, как тебя взять в кафе. Он говорит, я готов, говорит. Ну капитан улыбнулся, говорит, ну пойдем. Ну они сели за стол, стали кушать, он там заказал ему, накормил его. Он так понравился этому капитану. Он говорит, слушай, я вот смотрю на тебя, да? Я бы тебя взял с собой даже, говорит, на корабль, говорит, юнга, говорит, да? Ну ты такой худой, говорит, больной, говорит, такой маленький, говорит, я не знаю, потянешь ты или не потянешь, и что команда скажет. Он говорит, я готов, говорит, скачал. Ну и капитан говорит, ладно, взяли его. И знаете, этого мальчика все прозвали я готов. Так его звали. Вот надо было что-то делать, он везде говорит, я готов, я готов. На палубе мыть, я готов. На мачту я готов, везде я готов. И однажды этот я готов заболел. Смертельной болезнью. Траур был на всем корабле, так его полюбили. И он лежал в каюте, действительно умирал. Это был верующий мальчик. Он знал Господа, молился, сирота. И вот капитан зашел в каюту, чтобы как-то он не мог, понимать, ему так больно было. И когда его глаза встретили с глазами этого мальчика, мальчик сказал ему, капитан, говорит, я готов, я готов, говорит. Вы знаете, капитан не выдержал, вот он на колени встал у кроватки этого мальчика и голову положил ему на грудь и стал плакать сильно. Ему так жалко было. И он говорит, я готов, говорит, я готов, говорит. У меня мир в сердце, говорит, да. Я готов пойти к Отцу Небесному. И потом вдруг мальчик говорит, капитан, а ты готов? И знаете, капитан стал все сильнее плакать. Он вспомнил свою верующую маму и так далее, и так далее. И прошло, казалось, вечность. Но когда капитан оторвал свою голову от груди мальчика и посмотрел ему в глаза, он сказал, и я готов. И я готов. Друзья мои, я хочу сказать, что когда мы действительно готовы, как сосуды, тогда Бог через нас людей приводит в себе и делает их новыми людьми. Это делает Дух Божий, живущим в нашем сердце. И мы не можем обмануть людей. И когда мы призываем людей делать то, что мы сами не делаем, это кощунство и это грех. Личная жизнь. Давайте проверим, похожа ли наша жизнь на жизнь Господа. Он сказал, я дал вам пример. Я дал вам пример, чтобы вы шли по моим следам. Он сказал через апостола Павла во втором послании Коринфянам, 3 глава, 3 стих. Вы письмо Христово, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Узнают ли люди Господа, читая письмо нашей жизни, наше освящение, личное. Это очень важный момент. Это то, что остается в следах нашей жизни, когда мы действительно исполнены Духом Святым. Святой, да освящается еще, читаемый в последней книге Библии Откровения. Апостол Павел писал в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. Воля Божия есть освящение ваше. Это норма жизни верующего человека. Это проверка себя на соответствие того, что нужно, чтобы наша жизнь была в благовестии с результатом. Мы должны иметь обязательно уверенность в спасении. Если мы не будем уверены в спасении, то наше свидетельство будет неэффективным. Если мы будем говорить людям, покайтесь, может быть, Бог вас простит. Так кто же нам поверит? Мы должны знать это, внутри знать. Мы должны быть абсолютно уверены. Мы должны быть на самом деле возрождены люди. И без этого свидетельства, внутреннего, наше свидетельство не будет авторитетным. Об этом говорит Слово Божие. И последнее. Апостол Павел, посланник Ефесяна, 5 глава, 18 стих говорит, исполняйтесь Духом. Что это такое? Это не наполнение Духом. Человек или имеет, или не имеет Дух Святой. Это подконтрольность Духу Святому. Это быть Вадимым Духом Божиим. Это быть в подчинении Духу Святому. Это дать Ему всю жизнь, все сердце. Не часть и даже не первое место. А всю жизнь. И мой вопрос. Кто ведет тебя по жизни? Кто ведет нас по жизни? Библия говорит, все Вадимы и Духом Божиим. Это сыны Божии. Мы должны в своем служении благовестия руководствоваться Духом Святым. Духом Святым. Откуда приходит огонь? Дух Божий зажигает наше сердце. И Библия говорит, Духом пламенейте. Я хотел этого пожелать себе и всем. Я хотел, чтобы мы молитвенно испытали себя. И чтобы мы были пригодны и соответствовали тем стандартам, которые Бог определил для успешного благовестия. и с силой Бога жили жизнью победы и переносили плод для славы Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Дорогие братья и сестры, я думаю, что я не скажу новое, если напомню, что 2007 год в нашем братстве объявлен годом благовестия. Март месяц в нашем молитвенном календаре нашего братства обозначен особой темой Дух Святой и молитва в благовестии. И центральный стих, который нам предложен, и мы бы хотели, чтобы все верующие его выучили наизусть, он записан в Деянии Святых Апостолов. И основываясь на этот текст, мне хотелось сегодня предложить тему «Дух Святой в благовестие». Я хотел бы, чтобы мы с вами выслушали это место. Первая глава, стих 8. «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Аминь. Дух Святой в благовестие. Вы знаете, то, что говорил Иисус в последние дни и перед Своим вознесением, казалось невероятным. По-человечески Иисус требовал и ожидал от Своих учеников того, что было нереально. Он сказал, что Он ожидает от них, что они будут свидетелями. И они будут свидетельствовать всему миру, начиная от Иерусалима, Иудеи, Самарии, и потом до края земли. Он сказал, что они будут всему миру, всем людям свидетелем о Нем. Я не знаю, что было в сердце учеников, когда Иисус им об этом говорил. Ну, думай, что были очень серьезные переживания. Их учитель скоро уйдет. Он им говорил в прощальной беседе еще немного времени, и я уйду от вас, я оставлю вас. Ну, я пойду к Отцу моему. Он говорил им на первый взгляд непонятные какие-то вещи. Он сказал, я умолю Отца моего, Он даст вам другого утешителя Духа истины, и Он пребудет с вами вовек. И вот здесь, на этой горе, перед Своим вознесением, Иисус сказал им секрет, который, увы, теоретически многие люди знают, но практической жизни не применяют для успеха благовествования. Он сказал, то, что Я вам повелеваю, невозможно без этого, но вы примете силу. И это произойдет тогда, когда сойдет на вас Дух Святой. И тогда, и только тогда, я это подчеркиваю, вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии, и даже до края земли. И они поверили Ему. Они после этого с великой радостью собрались в горнице, и они молились, и они ожидали этого обетования, того, что сказал Иисус Христос. И потом мы знаем, что в день Пятидесятницы произошло это удивительное событие, когда Церковь была крещена Духом Святым в тело Христова. И тогда произошли эти удивительные события. Начала распространяться благая весть в силе Духа Святого. И она таким образом достигла и до нас. Итак, Святой Дух призывает к благовестию. Дух Святой призывает к благовестию. И надо сказать, что до этого мы наблюдаем в жизни апостолов страх, боязнь, робость. Они избегали даже где-то людей. Но после того, когда Дух Святой сошел на апостолов, и мы читаем, например, Петр, исполнившись Духа Святого, встает и начинает проповедовать. Мне очень нравится это место. И там написано, и с ним 11. Они даже не сидели, они стали рядом. То есть мы здесь, мы поддерживаем тебя. Они уже не прятались. Они не убегали никуда. У них было удивительное дерзновение. У них была смелость, которая приводила в изумление врагов Господа нашего Иисуса Христа. Закованные в колоды, в темницы, они пели песни. Они свидетельствовали, и их жизнь была настолько христоцентрична. Они были настолько исполнены силой Святого Духа, что однажды даже темничный страж сказал, мужи, братья, что мне делать, чтобы спастись? Что мне делать? Он увидел, это Божьи люди. После исполнения Духом Святым их жизнь изменилась. У них появилась смелость, у них появилось дерзновение. И это признак исполнения Духом Святым. Дух Святой дарует силы. Он не просто призывает нас на служение. И я знаю многие миссионерские конференции, собрания, когда человек был открыт для Бога, для голоса его, для силы Духа Божьего. И Бог проговорил к сердцу такому человеку. Я помню, как один миссионер рассказывал, это где-то было в Ливане, была одна миссионерская конференция, говорит, и на этой конференции, говорит, я сидел. У меня не было плана поменять свою жизнь, но Бог проговорил к моему сердцу. До этого, говорит, у меня был гостиничный бизнес. И я, говорит, зарабатывал по 7 тысяч долларов в месяц. И после того, как Бог призвал меня на служение благовестника, вся моя жизнь, говорит, поменялась. Я посвятил всю свою жизнь благовестию. Я стал зарабатывать, говорит, по 300 долларов. Больше у меня не было дохода. Но Бог удивительным образом благословил жизнь этого человека. И когда Бог призывает на служение, меняется жизнь человека. Это то, что мы ожидаем. Это то, о чем мы молимся, чтобы это произошло во всем нашем братстве. И сегодня мне хотелось говорить это по местной церкви. Я бы хотел, чтобы вот это призвание пережил каждый человек, каждый верующий, чтобы мы позволили Духу Божию призвать нас на служение благовестия. Нам нужна сила для служения. Иисус сказал, вы примите эту силу. Вы получите эту силу. Он гарантирует это. Он просто обещает нам это, как верующим людям. Он говорит, доверьтесь Мне, и вы получите эту силу. Дух Святой дарует силу. Вы примите силу. Очень важен конечный результат. Я хочу сказать, что на сегодняшний день существует очень много методов, форм, систем разных, предложений разных к евангелизации мира. Но если это лишено силы, животворящего Дука, это все ничто, и оно не нужно. Мир нуждается сегодня в людях, исполненных силой Духа Святого. Потому что только это имеет силу ко спасению. Такое благовестие. Я помню, когда я подростком потянулся к Господу и стал читать Слово Божие, меня поразило, что проповедь Петра привело в такое движение тысячи людей. Три тысячи, пять тысяч покаялась. И даже помню, у меня было такое искушение. Однажды я думал, я выучу проповедь Петра наизусть, и, может быть, когда-нибудь я ее повторю слово в слово. Я хотел увидеть реакцию, будет ли такое движение. Впоследствии я понял, что сила не в том, чтобы повторить чье-то слово. Сила благовестия в явлении Духа. Явление Духа. И это очень важно. И вот когда апостолы исполнились силой Духа Святого, когда эта сила стала проявляться в их свидетельстве, в их благовествовании, мы замечаем удивительные вещи. О чем так сильно говорили апостолы? Они не хвалились своими достижениями. Они не говорили о том, где и как они это делали. Центрами проповеди стал Христос распятый. И когда Петр в силе Духа Святого проповедовал о распятом Господе Иисусе Христе, перед слушателями был начертан как бы живой, но распинающий, умирающий за них Иисус Христос. И это произвело такое огромное, сильное впечатление, что люди говорили, мужи и братья, что нам делать? Это сделал не Петр. Это сделал Дух Святой, который исполнил Петра этой силой, через исполненного силой Духа Святого проповедника произошло это удивительное событие. Дух Святой делает свидетельство благовестника христоцентричным. И поэтому мы можем определить, исполнен человек Духа Святого или нет. Потому что только в этом есть спасение. Во Христе Иисусе распитом, умершем и воскресшем за нас. Итак, Иисус сказал, что в Евангелие Теана, мы читаем в 15 главе, 26 стих, следующие слова. Это тоже обетование и обещание, которое Иисус дал своим ученикам и своим последователям. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Духа истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. И это очень важно. Это должны понимать и практиковать благовестники в своем служении. Итак, Дух Святой делает нашу проповедь христоцентричной. Дух Святой открывает людям мерзость греха. И только если Дух Святой это сделает, если человек будет просто как бы окунуть его в сознание вины, мы не можем это сделать, когда мы делаем это без Духа Святого. Да даже когда мы говорим просто верующий человек с верующим и пытаемся не в Духе Святом обличить человека, это вызывает обиду, это вызывает огорчение, это вызывает напряжение на долгие годы между людьми. Но когда это происходит в силе Духа Святого, когда на самом деле Дух Святой обличает человека через наше служение, тогда происходит покаяние. И это недостаточно просто передать весть об Иисусе Христе людям. Нет, это недостаточно. Наше служение благовестия об Иисусе Христе, оно должно сопровождаться силой и авторитетом Бога. И это может сделать только Дух Святой. Давайте вспомним, как говорили даже враги о нашем Господе Иисусе Христе. Они должны были признать, что никогда никакой человек не говорил так, как он. Почему? Потому что Бог говорил, и Он говорил как власть имеющий. И когда мы действительно обращаем должное внимание на эту истину Духа Святого, когда мы исполнены Духом Святым, когда мы принимаем вот это слово Господа близко к сердцу, тогда через наше служение люди обличаются в грехах. И тогда наше служение подтверждается силой и авторитетом самого Бога. Дух Святой дает единственно правильную мотивацию для благовестия. Я хотел бы, чтобы мы это подчеркнули в своем сердце. У нас могут быть разные мотивы служения. Ну надо, ну давайте пойдем. Сегодня, давайте сегодня пойдем. Ну, друзья мои, Дух Святой дает единственно правильную мотивацию служения. И это есть неподдельная любовь к погибающему миру. Я хочу спросить, друзья мои, есть ли в нашем сердце действительно любовь к людям, которые не знают Господа? Если это да, то мы исполнены Духа Святого Люди. Я помню как-то Беликим, ответственный служитель баптистского братства в Южной Корее, привел пример. Однажды к нему пришла одна девушка. На вид она была очень болезненна. Ее звали Мэри. И она сказала ему, Дорогой пастырь, я хочу сказать вам, что я смертельно больная. Я должна скоро умереть. Об этом сказали мне врачи. Но я имею огромную радость в своем сердце, потому что я точно знаю, что на мои похороны придет мой отец, который не знает Иисуса Христа. И я прошу вас, расскажите Ему о том, что Иисус любит Его, чтобы Он мог покаяться. И она сказала, я готова умереть шесть раз, лишь бы мой отец пришел и услышал проповедь Евангелия. Я помню, Беликим сказал, мое сердце разрывалось, когда я слышал свидетельство этой девочки. Она действительно была сосудом, исполненным Духа Божия, потому что мотивацией ее жизни была любовь к погибающему миру. Она любила своего отца, и она готова была умереть, и если надо несколько раз умереть, потому что отец никогда не приходил на служение и не слушал Слова Господня. Это очень важно. Друзья мои, давайте обратим должное внимание на эту удивительную личность Духа Святого, потому что Он мотивирует нас на правильное служение. Мы читаем в Слове Господнем, что Дух Святой побуждает нас говорить. Иногда нам кажется, что это не место. Иногда нам кажется, что вот здесь у нас не хватит слов. Здесь нам кажется, это будет неудачно. Может быть, люди не примут этого свидетельства и так далее. Я хотел прочитать одно место из книги пророка Еремия. 20-я глава. Мы читаем о состоянии пророка, который испытывал нечто подобное, что иногда мы испытываем в своей жизни. И вот здесь он дает свидетельство. Книга пророка Еремия, 20-я глава. Мы читаем с 7 по 9 стих. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня!» Я и превозмог. И я каждый день, я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мною, ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии, вопли, о разорении, потому что Слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог. Это то, что переживал апостол Павел, когда он говорил, «Горе мне, если не благовествую». Потому что этот огонь шел из сердца, исполненного Духом Святым. И это чрезвычайно важно. Если в нашей жизни нет этой потребности, нет этого горения, нет этой жажды, нет этого желания, тогда мы должны подумать о нашем отношении к Духу Святому. Дух Святой освечает жизнь благовестника, чтобы она была пятым Евангелием. И я нахожу это чрезвычайно важным, чтобы наша жизнь подтверждала вот те четыре Евангелия и ту простую евангельскую истину, чтобы мы практиковали в своей жизни Слово Господне. И это делает Дух Святой. Я знаю много моментов своей собственной жизни, когда Бог останавливал меня, и я должен был что-то привести в порядок. И после этого удивительным образом я замечал, как Бог пользовался мною. Я помню свидетельство одного проповедника, который рассказывал, что он проповедовал на одном служении. И казалось, все было нормально, он был приготовлен, у него была тема, у него был текст, у него была разработка, и он имел конспект проповеди, но, говорит, чувствовал что-то не то, что-то не то, не идет служение, не идет проповедь, нету реакции, нету контакта с залом, не воспринимается слово. И вдруг, я, говорит, заметил в зале одну женщину, которая смотрела на меня, и я все понял. У нас были натянуты отношения, я понял, у нее осталось огорчение в сердце на меня, и Дух Святой начал обличать меня в этот момент, и я остановил свою проповедь. Представьте себе, чтобы это, как это выглядело в этом зале. И он сказал, друзья, я не могу больше проповедовать, я должен что-то привести в порядок. И потом обратился к этой женщине и сказал, сестра, во имя Иисуса Христа простите меня. И она сказала, прощаю, прощаю, заплакала. Они помолились, и потом этот брат проповедовал дальше. И потом присутствующие говорили, они ощутили какое-то особое движение Духа Божия в этом собрании, потому что Дух Святой освещает сердце благовестника и делает его служение приемлемым для слушателей. И это очень важно. Дух Святой побуждает нас молиться. Апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих, говорит, Духа не угошайте. Это очень важно. И наше благовестие, оно должно быть погружено в молитву. И мы должны понять эту прописную истину без меня не можете делать ничего, сказал Иисус. И поэтому Дух Святой, который есть автор Писания, который никогда не будет нас побуждать что-то делать против Библии, но будет побуждать нас практиковать Слово Божие в своей жизни. Он побуждает нас молиться. И не просто молиться, много молиться. Тот же миссионер, о котором я уже вспоминал из Ливана, рассказывал такое свидетельство, которое запало мне в сердце. Он говорит, был такой период, когда у нас была война, горе было, и мы молились, как верующие, мы были рассеяны, мы очень много молились, мы молились день и ночь, что Бог благословил наше благовестие, и Бог благословил нас. У нас, говорит, было по два крещения в год. Это было что-то удивительное. в этих агониях, страданиях люди приходили к Богу, а мы молились, молились и молились. А потом, говорит, война закончилась, и некогда стало молиться, и не стало крещений, ни одного крещения. И это страшно. Братья и сестры, мы переживаем на сегодняшний день тоже удивительные моменты. В многих местах говорят, что посещаемо стало слабее. Сами верующие не так активны в своем служении. Неверующие люди не с таким желанием начинают посещать наши богослужения. В чем дело? Может быть, мы меньше стали молиться? Давайте обратим на это внимание, давайте спросим себя. Сегодня я уже молился за людей, которые идут в ад, и если они не покаются, они погибнут на веки вечные. Пусть Бог благословит наше сердце. Понять эту мысль, и быть послушными Духу Святому. И когда человек не молится, он огорчает Дух Божий, он оскорбляет Дух Божий. И Библия говорит, не вечно Духу Божию быть пренебрегаемым человеком. Бог перестает пользоваться этим человеком. Это очень страшное состояние. И если все это так, как мы сегодня с вами говорим, и напоминаем друг другу через Слово Божие, если такое сильное влияние идет от Духа Божия, тогда у меня один вопрос, который я хочу задать себе и всем. Каково наше отношение к Духу Святому? Я думаю, что причина многих неудач благовестников это пренебрежение Святой Троицей. Это пренебрежение этой удивительной личности Духа Святого. Но почему пренебрегаем? Это искушение. И дьявол знает, что мы будем иметь эту силу. И дьявол знает, что люди будут обращаться к Богу, когда наше служение будет в силе Духа Святого. И поэтому Он концентрирует все свои силы и острие искушений направлено именно к этому, чтобы мы неправильно относились к Духу Святому. Но без Духа Святого мы никогда не выполним поручения Иисуса Христа. В своей поместной церкви мы как-то говорили на одном членском собрании, мы молились об этом, чтобы нам увеличиться в пять раз. И некоторые говорят, это же нереально. Вы знаете, Иисус ожидал большего от Своих апостолов. Он сказал, на весь мир надо понести это Евангелие. Не две с половиной тысячи людей, миллионы людей должны услышать Евангелие. И вы должны понести его. Друзья мои, братья и сестры, я хочу сказать, давайте поверим, что Библия права. И что Бог может нас использовать. И может начаться великое пробуждение, если мы обратимся к Богу в молитве покаяния, что неправильно где-то относились к личности Духа Святого. Через наше свидетельство, которое мы даем этому миру, там, где мы живем, там, где мы работаем, и там, где мы учимся, люди должны увидеть или ощутить живого воскресшего Христа. Живого воскресшего Христа. Как это реально? Библия говорит, исполнитесь Духом. Что мы должны быть исполнены Духа Святого. Что подразумевает Священное Писание, когда оно об этом говорит? Я думаю, некоторые не понимают этой простой истины. Речь идет не о том, чтобы нам владеть Духом Божиим. Речь идет о том, чтобы Он владел нами целиком и полностью. Он хочет, чтобы мы доверились Ему. Апостол Павел в своем первом послании к церкви в Коринфе писал 6 глава 19-20 стих. Он как бы увещевает и говорит, неужели вы это забыли? Неужели вы это не знаете? Он говорит, ваши тела это суть Храм Духа Святого живущего в вас? Подумаем, друзья, Бог в нас. У вас не идет дрожь по телу. В каком месте мы поселили Его? Каково наше отношение? Мы говорим, Господи, мы пели сегодня удивительные слова о том, что мы все даем Ему. Сердце, жизнь, любовь, время, все, все отдаю тебе. Братья мои, сестры, Он хочет владеть нами. Он хочет, чтобы мы подчинили Ему всю свою жизнь. Он хочет контролировать нашу жизнь. Сколько есть таких моментов, когда некоторые люди извиняют свою жизнь. Почему такое происходит? Что где-то забыл или начинает обличать человека. Он говорит, да я пошутил, это было несерьезно. Или он говорит, что я был просто в ненастроении. Почему такое происходит в жизни возрожденных людей? Потому что они уходят из-под контроля Духа Святого. Дух Святой хочет контролировать всю нашу жизнь. Он хочет, чтобы наши слова были Божьи слова. Он хочет, чтобы чресла ума нашего были припаясаны. Он хочет, чтобы наши дела прославляли Отца Небесного. Быть исполненным Духа Святого. Это быть под контролем Духа Божия. Это довериться Ему. Это быть отданным Ему. Это быть водимым Духом Божиим. Апостол Павел пишет об этом в послании к римлянам. 8 глава 12 стих. Все водимые Духом Божиим. Это сыны Божии, братья и сестры, кто ведет нас по жизни. Это что происходит с нами каждый день. Или действительно мы находимся под руководством Духа Святого. И вся наша жизнь это исполнение того, что ожидает Бог от меня и от тебя. Дух Святой. Принадлежать Духу Святому. Писание говорит нам о некоторых грехах. И может быть кто-то обличается сейчас Духом Святым в том, что он оскорбил Дух Божий, Живущим Его Сердцем, одним непослушанием, невыполнением Его воли, может быть наличием неомытого греха в сердце, лукавством каким-то, двойными стандартами. Библия говорит, что в последнее время, увы, будут такие люди, которые будут иметь вид благочестия, но силы его не будут иметь. Может быть это чье-то состояние, и Дух сегодня говорит, «Ты угощал Дух Святой в своем сердце». Может быть кому-то сегодня Дух Святой говорит, «Ты оскорблял Дух Божий своей жизнью». Друзья мои, мне так хотелось, чтобы мы сегодня обновили свое посвящение и свою отдачу, и чтобы это произошло на самом деле, и чтобы мы сказали, «Господи, вот я, владей мною, пользуйся мною, я отдаю себя в Твое распоряжение, я хочу, чтобы моя жизнь прославила Сына Божьего Иисуса Христа, потому что только Дух Божий, действующий, живущий в сердце человека, может это сделать на самом деле». Я заканчиваю свою проповедь, и мне хотелось бы, чтобы сейчас мы с вами, друзья, это сделали, чтобы мы на самом деле помолились Ему. Я бы хотел предложить, чтобы мы стали в молитвенные группы, я бы хотел, чтобы мы были откровенны друг перед другом, и может быть мы сначала просто поговорим друг с другом, может быть кто-то скажет рядом стоящим братьям или сестрам, помолите за меня, я чувствую бессилие, в моей жизни нет этого горения, нет этого огня, мне очень плохо, я устал, но я хочу другой жизни, может быть за вас помолиться сначала, а потом вы покаетесь, и попросите, чтобы Бог обновил вас, изменил вас, и тогда, я верю, может произойти то, что произошло в дни апостолов, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и потом вы будете мне свидетелями, каждый из нас будет свидетелем Господа Иисуса Христа, помоги нам Бог в этом, аминь. Дорогие друзья, мне очень приятно, что сегодня мы с вами можем побеседовать на одну очень важную тему. Тема нашей встречи сегодня «Уверенность в спасении». В основании этой темы я прочитаю Слово Божие, оно записано в первом послании апостола Иоанна, в пятой главе, я буду читать с девятого стиха. «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем, верующий в Сына Божий имеет свидетельство в себе самом, неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Итак, мы с вами сегодня рассуждаем на тему уверенность в спасении. В своей жизни я встречал очень много людей, разных, по характеру, по складу, по мышлению. Я заметил, что есть люди очень уверенные, и есть люди очень неуверенные. Так вот, что такое уверенность спасения? Я хотел это озвучить так. Уверенность спасения это осознание нашей принадлежности к Господу. То есть, я знаю, что я принадлежу к Господу, и в этом я уверен. Почему это так важно? Потому что отсутствие уверенности влечет за собой очень много последствий. Например, отсутствует радость. Если я не уверен, что я принадлежу к Господу, тогда у меня отсутствует и радость. К сожалению, среди верующих людей, возрожденных даже людей, есть достаточно большой процент людей, которые постоянно колеблются. У них постоянные сомнения. Временами они веруют, временами они сомневаются. Спасен или не спасен? Да, спасен. Нет, наверное, не спасен. Попаду, не попаду. Если в эту ночь будет восхищение церкви, у них постоянные страхи. И я встречал таких людей, они уверены только в одном, в том, что у них есть сомнения. А во всем остальном они не уверены. И вот в этом они уверены, у них есть сомнения. Так вот, мне сегодня хотелось бы, рассуждая над этой темой, пойти от обратного, то есть причины неуверенности. Может, кто-то найдет себя в этом. Может, кто-то поймет, что где-то его обманул дьявол. Может, это действительно серьезная причина, объективная для неуверенности. Итак, первое причина это отсутствие истинного обращения. Отсутствие истинного обращения. Я хотел сказать, это действительно серьезная причина. Если человек не пережил духовное возрождение, Библия говорит, что Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. И поэтому, если этого не произошло в жизни человека, он не имеет этой уверенности. Один человек мне говорит, а как ты знаешь, что Бог спас тебя? Я сказал, он мне лично это сказал. А как он тебе сказал? Я сказал, он пришел в мою жизнь, и он мне сказал, Франц, ты спасен. Он дал мне это удостоверение, он дал мне эту уверенность, и я так благодарен Богу, что за все годы моего следования за Господом никогда, никогда у меня не было сомнения, что я спасен человек. Были годы, за которые или моменты отдельные, где мне стыдно было, я каялся, я обновлялся в своем покаянии, в своем посвящении, в своем служении, но никогда не пропадала уверенность спасения. Может, это скажут, неужели такое возможно? Просто наигранно обратиться к Господу. Да, я знаю, например, такие случаи, один из них, как-то один молодой человек в одном городе, где была наша христианская церковь, ему понравилась одна из наших сестер, он с ней познакомился где-то на улице, и она сказала, я христианка, он говорит, да ты что, а что это такое? Ну, он заинтересовался, и он ее полюбил, он говорит, я бы хотел, чтобы ты вышла за меня замуж. Она говорит, это исключено, у нас такие правила, только должен быть верующий человек, и потом не номинально верующий, а действительно возрожденный человек. Он говорит, какие проблемы? Я возрожусь тогда, говорит, а что нужно сделать? Она говорит, нужно покаяться, он говорит, ну я покаюсь, она говорит, надо принять крещение, говорит, крещение приму, проблем нету, что нужно делать? Ну, она ему объяснила, как нужно покаяться, вы знаете, до этого человека еще слова не достигло, он просто это делал ради этой девушки. Однажды на одном служении служитель рассказывает, говорит, был призыв покаяния, ну и выходит один молодой человек. Выходит, встал перед кафедрой, на колени стал, ну и все встали, человек хочет покаяться, а ведущий служением чувствует какая-то пауза, замешкался этот молодой человек, и он так приоткрыл глаза, обычно мы на молитву закрываем глаза, и смотрит молодой человек так раз-раз по карманам, по карманам, да, потом достает какую-то бумажку и читает, дорогой Господь, прости мне мои грехи, войди в мое сердце, я прошу все это во имя Иисуса Христа, то есть он даже не понимал, что он говорил, он просто был научен, это была головная вера, ради этой девушки, естественно впоследствии, если такого человека крестить, и он войдет в церковь, у него постоянно будут сомнения, я встречал людей, которые мучились годами, в истинности своего обращения, обычно в таких случаях я людям советую и говорю, если вы сомневаетесь, вот сейчас, давайте становимся на колени, сейчас вы искренне, да, вот сейчас я искренне, вы хотите, чтобы Иисус жил в вашем сердце, да, вы хотите за ним следовать, да, вы посвящаете свою жизнь, да, ну давайте еще раз это сделаем, для себя самих назовите новую дату, и пусть вас больше не мучит это, вторая причина, которую я хотел назвать, на которой обычно дьявол сражает многих людей, когда люди предаются больше чувствам, нежели вере, заметим, наш текст Священного Писания говорит, что верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, здесь не написано, чувствующий имеет жизнь вечную, написано, верующий имеет жизнь вечную, верующий в Сына Божия, верующий в Слово Божие, человек, который доверяет обетованиям Божиим, как апостол Павел пишет в послании к Оримфинам, все обетования Божии, в нем да, и в нем аминь, через нас, да, мы верим, и поэтому это дает нам уверенность в спасении, потому что мы доверяем тому, что сказал Бог. Я хотел сказать, что в жизни верующих людей очень важное значение играют вера, дела и чувства, это очень важно, и это знает не только Бог, это знает и дьявол, и он очень многих людей обманул, есть божественный порядок, а есть порядок, который дьявол нарушает и предлагает людям, и он говорит, слушай, ты же ничего не чувствуешь, а как ты можешь верить? Если ты ничего не чувствуешь, то ты же не можешь верить, и тогда ты ничего и не делаешь, у Бога другой порядок, Бог говорит, веруй, поверить делай, и чувства тоже придут, мир, и радость во Святом Духе наполняет наше сердце, да, это тоже важный момент чувства, но Библия говорит, верующий в Сына Божия, вы знаете, речь идет о следующем, мы должны поверить Богу, я не говорю сейчас о том, чтобы верить в Бога, я говорю сейчас на аудитории людей, которые верят, что есть Бог, но для того, чтобы была уверенность спасения, если таковые каяли в своих грехах, нужно поверить тому, что говорит Бог, заметим еще раз, поверить тому, что говорит Бог, обратите внимание, наш текст говорит, мы принимаем свидетельство человеческое, Бог как бы в недоумении, он говорит, слушайте, что же происходит, людям вы верите, а почему вы мне не верите, почему вы не доверяете тому, что я говорю, вы знаете, в нашем городе был такой случай, был один у нас микрорайон, вот годы такие, когда вся экономика падала, все с каждым днем вниз, и дома холодные, и отопление не работало, и все такое, и воды нету, ну и вдруг зашевелились, тепло дадут, ну и говорят, вся система отопления завоздушена, и говорят, в понедельник утром, с вечера прошел один человек, сантехник, он был, правда, изрядно выпивший, полупьяный, но он ходил по всем квартирам, и говорил, завтра, чтобы никто не пошел на работу, или в школу, чтобы обязательно в каждой квартире был хотя бы один представитель, он будет ходить по квартирам, и с батареей спускать воздух, чтобы было тепло, ну и естественно, многие не пошли на работу, кто-то не пошел учиться, это важный момент в жизни этого пятиэтажного дома, тепло дадут, сидят люди, а он не пришел, вы понимаете, люди верят полупьяному сантехнику, и он обманывает их, а Бог говорит, мое-то свидетельство больше, это Бог говорит, это очень важно подумать, кому мы должны поверить, кому мы должны поверить, Бог говорит, это очень важно, когда мы доверяемся более чувствам, нежели Слову Божию, может быть такую еще иллюстрацию, в своей жизни у нас был такой сложный период с супругой, когда мы поженились, и вот дети у нас пошли, и жить где-то надо было, и мы заняли деньги, купили дом, это очень неприятно, быть в долгах, ну мы стали отдавать деньги, у нас были свои планы, но по мере жизни, знаете, еще один ребенок родился, а потом еще один ребенок родился, а потом надо было пристроить что-то, это было очень сложно, ну однажды папа мой приходит и говорит, так сынок, как с долгами, я говорю, ну да, мы помним, нам неприятно, так, кому еще должны, я говорю, ну вот вам должны, кому еще, ну говорю, вот родителям жены, Олиным родителям должны, еще кому, я говорю, больше никому, точно никому, точно, всем отдали, ну своим в последнюю очередь думали отдать, он говорит, хорошо, с сегодняшнего дня вы больше никому не должны, Можете себе представить мои чувства? Я поверил своему отцу. Если бы я не поверил своему отцу, вы знаете, сказал, папа, неужели я так рад, спасибо. Тот, кто имел в своей жизни долг, знает, что такое, когда долг кончается. Нету долга. В эту ночь мы спали, как младенцы. Знаете, такой сон был, да? Так нам было приятно, никакого долга нет. На утро родители мои жили тогда недалеко от дома, где я сейчас живу. Смотрю, папа мой появляется во дворе. Я вам скажу, можно по-разному было реагировать теперь на его приход. Если бы я ему не верил, я бы затрепетал. А вдруг он в эту ночь не спал, а потом подумал, а что это такое? Мы взяли да простили. Не, не пойдет. Занимать знал, где сейчас пойду, я поменяю свое мнение. Я верил своему отцу. У меня не появилось таких мыслей, что он передумал. И когда он снова зашел к нам в дом уже, я его видел через окно во дворе, я сказал, папа, мы так хорошо спали. Я хочу еще раз сказать спасибо. Мы очень благодарны. То есть чувство радости и благодарности пришли через веру в то, что отец сказал правду. Я думаю, это очень важный момент доверять Богу. И наш текст говорит, что это написано нам, в Библии, 12 стих, верующим во имя Сына Его. Зачем это написано? Дабы вы знали. Это утвердительная форма. Речь не идет о том, чтобы вы надеялись или предполагали. Может быть. Нет, нет. Дабы вы знали, что мы должны знать. Что Бог хочет, чтобы мы знали? Что мы, веруя в Сына Божия, имеем жизнь вечную. Это утвердительная форма. Это очень важно. Какие еще есть причины неуверенности или приводят к неуверенности? Это грехи и непослушание в жизни верующего человека. Апостол Иаков в своей первой главе, 8 стих говорит, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. А притча Соломона, мы читаем 28 глава, 13 стих, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. То есть, когда человек ведет двойную жизнь, двоящиеся мысли, нету твердости, одни сомнения. То есть, человек имеет в своей жизни, в своем сердце какие-то осознанные грехи. Он не несет их к свету, он не исповедует их. Он на людях один, а фактически перед Богом другой. И это очень страшное состояние. Следующая причина – это отсутствие в жизни верующего человека молитвы и общения со Словом Божиим. Человек как бы высыхает. Я как-то беседовал с одним братом, ну такая у него жизнь, знаете. Ну вот посмотришь на него, ну не захочешь быть верующим. Называется верующим человеком. И люди на него смотрят и говорят, да зачем такая вера? Мы на тебя смотрим, ты, говорит, мрачный, как туча, говорит. Безрадостный, безжизненный. Вот как дерево, которое, знаете, засыхает, листья висят, вот такая жизнь. Я и так, и так, и слева, и справа, пытаюсь понять его состояние. Что с ним произошло? Никак не могу понять. Но потом он видит, что я уже бьюсь, бьюсь. Он говорит, ну знаешь, если честно, я полгода уже Библию не читаю. Ну думаю, ну конечно, это же понятно. Если человек полгода не кушал, что бы с ним случилось? Его бы уже похоронили. Он бы умер уже, давно бы умер. И поэтому, когда человек не практикует ежедневное чтение Библии, апостол Павел Тимофею писал это, епископу, который имел уже какие-то знания, он говорит, занимайся с ним постоянно. Возгревай дар в который, занимайся чтением. Себя спасешь, говорит, и слушающих тебя. Увы, некоторые люди как будто не читали эти места Священного Писания. И когда они игнорируют или пренебрегают, или когда они просто временами читают Слово Божие, и когда они мало молятся, или не пребывают в молитвенном состоянии, у них появляются страхи, сомнения, а вдруг Бог не спасет. Люди-то не видят, но Бог-то видит. И это их пугает, их они понимают в духе, что отношения неправильные. И отсюда приходят сомнения, они увеличатся, увеличатся. Это может привести, в конце концов, и к духовной смерти. Следующее, на что я хотел обратить внимание, причины, которые порождают вот такое состояние неуверенности, это отсутствие служения. Слово Божие учит нас, и мы верим в это, это исповедание нашей веры, что мы с вами являемся царственным священством. Мы люди святые, взятые в удел. И Бог ожидает от нас служения. И мы читаем в послании к Ефесянам, 4 глава, 16 стих, что при действии в свою меру каждого члена тело получает приращение. То есть каждый что-то делает, каждый необходим в теле Христова. Мы члены тела Христова. Это очень важный момент. И когда у человека отсутствует служение, он начинает колебаться. Он начинает потихоньку высыхать. Вы знаете, есть колодцы, в которых нету воды, протока нету. В одной церкви был один молодой человек. И знаете, ну такой тоже безжизненный был. Ничего не делал. Критиковал, это он делал. Потом и это надоело ему делать. Но служение никакое он не совершал. И вот однажды он был так более-менее честный. Приходит пресвитер и говорит, я не хочу никого обманывать. В общем, у меня уже ничего нету в душе. Я больше на собрание ходить не буду. Пресвитер знал его проблему. И сказал, у меня к тебе одна просьба. Выполни ее, пожалуйста. А потом приди и поговори. Он говорит, ух, как думал, легко отделался. Он думал, сейчас будут нотации длинные, разговоры и все такое. Он говорит, да, пожалуйста, что такое. И он говорит, знаешь, у нас есть один старец в церкви, больной. Он не может ходить на собрание, абсолютно слепой. Ничего не видит. Там иногда его посещают, но у него редко бывает общение. У меня к тебе просьба. Пойди, пожалуйста, к нему и прочитай ему такой-то, такой-то псалом. Я уже не помню номер, но он сказал ему прочитать один псалом. Сделай это, пожалуйста, так от души, чтобы с выражением, чтобы он понял и так далее. Он говорит, и все? Он говорит, все. Что-то я сделал, и проблем нет. Он разыскал этого старца, пришел к нему. Ну, добрый день. Я вот пришел по поручению Пресвитера. Я хочу прочитать вам псалом. Ну, старец обрадовался, сели. Молодой человек открывает Библию, начинает читать. И когда он читал этот псалом, он какое-то почувствовал особое волнение, которое давно уже не переживал. И он вот так читал, и поднимает глаза, и смотрит. Вот этот слепой старец сидит и плачет. Слезы у него текут по щекам, потому что он принял это слово в сердце. Оно действует в сердце, да. Он ликует, он радуется, он спасенный человек. В этом псаломе было обетование очень сильное. И молодой человек пережил такое чувство, которое он давно не переживал. Чувство необходимости. Бог им пользовался. Он был как, знаете, сосуд, которым Бог воспользовался. Через него благодать протекла в сердце этого старца. И когда он оттуда ушел, он много думал, он начал молиться, и он понял свою причину. Почему у него так плохо, так пусто? И он пришел к пресс-фитеру и говорит, знаете, я передумал, я остаюсь. Но остаюсь другим человеком. Я хочу что-то делать. Я хочу жить жизнью Божией. Я думаю, многие люди теряют эту уверенность и в конце концов и умирают, когда они ничего или мало, или не все, что Бог им определил делать, делают для Господа. Еще одна причина неуверенности, на которой я хотел остановиться, это отсутствие благодарности. Об этом тоже говорит нам Писание. Я думаю, что многие верующие помнят это место, где апостол Павел пишет фессалоникийцам в первом послании, 5 глава, 18 стих. За все благодарите. За все благодарите. Я заметил, как служитель церкви, общаясь с многими людьми, я заметил, что среди благодарных людей нет вероотступников. Среди благодарных людей нет вероотступников. И хвала, которая воспламеняет нашу веру, это как раз та искра от благодарности к Богу, хвала Богу, это так важно. Это вот те искорки, которые делают нашу веру живой. Я хотел от всего сердца пожелать каждому быть благодарными. Ищите, друзья мои, возможности, ищите причину просто быть с Ним, с Иисусом, и рассказывайте ему то, что вы увидели доброе и хорошее. Заметим, что дух неблагодарный, очень заразительный, как и благодарность тоже. Когда мы попадаем в общество неблагодарных людей, знаете, это сплошное нытье. О, и то плохо, и то плохо, и пресс-фитер не такой, и проповедники виноваты, и тот не ходит, да куда это руководство смотрит, да и все такое, да. Все в негативном свете. Все в негативном свете. Я живу сейчас на поселке, у нас одно время жил один человек. Это был настолько сложный человек. Ему ничего не нравилось. Одно время я должен был, мы работали на одном предприятии, и это было очень рано, утром в пять утра, мы уже стояли на остановке, да. Я буквально уставал. Слушать, что он говорил. И то плохо, и то плохо. Солнце светит плохо, дождь идет плохо. Пустой автобус проходит плохо, полный проходит плохо. Все было плохо. В конце концов, я избрал такую тактику. Я не переходил дорогу, оставался с другой стороны, если я его там видел, да, и там по деревам. Я просто молился, размышлял и в противовес искал, за что я могу благодарить Бога. Я просто уставал от этого человека. И Библия говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Это очень важно, иметь благодарный дух. Друзья мои, если мы хотим возрастать духовно, мы должны наблюдать действование Божие. Мы должны анализировать, что происходит вокруг нас, и искать возможности благодарить Бога. Люди, которые это делают, это люди, которые наблюдают за молитвами. Я иногда слушаю молитвы некоторых людей. Это очень рискованно критиковать молитвы. Но, может быть, вы замечали, вот человек молится, что-то просит и говорит, Господи, дай, пожалуйста, это так нужно мне, так важно. И потом в конце, как приставку говорит, а я за все буду тебя благодарить и славить. Я наблюдал за такими людьми. Я смотрю, Бог дал. Хорошо. В следующий раз опять Господи, опять просит, дай, пожалуйста, дай, пожалуйста. Смотрю, Бог опять дал. Я думаю, а когда они начнут благодарить? Обещали даже в своей молитве. Я за все буду тебя благодарить. И когда люди не благодарят, в конце концов у них вера слабеет, теряется. И у них уже нету дерзновения молиться, потому что, а вдруг не даст. Но когда мы замечаем, наблюдаем действование Божие, когда у нас есть дерзновение, это очень важно, благодарить Господа. И в заключение, я хотел остановиться еще на четырех гарантиях, которые дает нам Слово Божие, на которых зиждет наша уверенность в спасении. Первое. Мы читаем книга числа, 23 глава, стих 19. Давайте внимательно послушаем. Бог не человек, чтобы ему лгать. И не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? Бог не изменен. Проблема наша в том, что мы меняемся. Мы изменчивы. Мы бываем неверны. Иногда люди Бога мерят этой же самой меркой. Но если Бог скажет, Он исполнит. Ну, например, я что-то пообещал. Я забыл. Я думаю, что вы тоже забывали в своей жизни что-то. Или, например, я пообещал, но я заболел. Я не смог это сделать. Или я пообещал, поехал, какая-то авария в дороге. Я могу умереть и не исполнить. Но Бог никогда не забудет. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Он никогда не передумает. Например, я пообещал кому-то что-то ценное. Ну, например, я пообещал хорошую книгу. Этот человек ушел, которому я пообещал. И вдруг люди, которые слышали, говорят, слушай, ты кому пообещал? Ты знаешь, как он про тебя говорит? Как? Да он тебя налево и направо. Он столько плохого тебе говорит. Серьезно? Ладно, все, спасибо. Я способен передумать. Но Бог все знает. И Бог не изменен. Он скажет и сделает. Он не передумает. И поэтому у нас есть просто гарантия. Он сказал, что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. То есть, вторая гарантия. Бог верен. Бог верен. Первое, Бог не изменен. Второе, Бог верен. Третье, это свойство самой вечной жизни. И мы читаем в Евангелии от Иоанна, пятая глава, двадцать четвертый стих, удивительные слова. Заметим, может быть, мы их много раз читали и знали. Апостол свидетельствует здесь следующее от имени Иисуса. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшем меня и имеет жизнь какую? Вечную. Не на один день Бог нас спасает. имеет жизнь вечную, написано. И на суть не приходит, но перешел от смерти в жизнь. И четвертая гарантия. Об этом мы читаем тоже в слове Господнем, в этом же Евангелии от Иоанна. В первой главе мы читаем удивительное слово. Первая глава Евангелия от Иоанна, стих двенадцатый и тринадцатый. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови и не от хотения плоти и не от хотения мужа, но от Бога родились. То есть, этот текст говорит о новых взаимоотношениях, в которые мы вступили через духовное возрождение. Мы с вами дети Божьи. Мы с вами дети Божьи. И апостол Иоанн в своем первом послании в третьей главе говорит, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мы уже дети Божьи. еще не открылось, что будем, но мы дети Божьи. И это очень важно, когда мы смотрим на это, смотрим в призму Слова Божьего и видим, что у нас есть все основания знать, что мы, веруя в Сына Божия, имеем жизнь вечную. Я нахожу, что это очень важно, потому что человек, который естественно по милости воспринимает это слово, это радостный, благодарный христианин. Это человек, который начинает расти духовно. Это человек, который приносит пользу в теле Господнем. Бог пользуется им для спасения других людей. Он сам счастливый, и Бог может через жизнь такого счастливого человека и других сделать счастливыми. Благослови нас, Бог, принять это слово, верить в это слово и жить этим словом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok